Семь чудес света. Египетские пирамиды. Эти пирамиды возвышаются среди горячих песков Ливийской пустыни и тянутся на десятки километров недалеко от современного Каира. Археологи насчитали 80 пирамид, не все они сохранились до нашего времени. Самая грандиозная пирамида Хеопса поднимается на 137 метров ввысь. Ученые до сих пор не могут разгадать загадку того, каким образом древним людям удалось построить такие огромные пирамиды, да еще и придать им правильную форму. Александрийский или Форосский маяк. Он был сооружен в 283 году до н.э. недалеко от столицы Египта тех времен, Александрии при Александре Македонском. Высота этого гигантского сооружения была 130-140 метров. Маяк простоял 1500 лет и был разрушен землетрясениями и выветриванием камня. Висячие сады Семирамиды. В 90 километрах от Багдада находятся развалины Вавилона, великого древнего города. Много удивительных сооружений было в Вавилоне, но более всего поражали висячие сады царского дворца, по преданию построенные Семирамидой, царицей Осирии. В садах росли редчайшие деревья и самые красивые цветы. Висячие сады были разрушены наводнениями. Галикарнаский мавзолей. Это один из самых грандиозных памятников архитектуры Древней Греции. Гробница, расположенная в Малой Азии, в столице Корейского государства, Галикарнасе. Его высота 50 метров, а площадь 5000 квадратных метров. Мавзолей был воздвигнут в IV веке до нашей эры царицей Артемисией в честь царя Мавсола, очень богатого, но жестокого правителя. Мавзолей простоял 19 веков и разрушился из-за нехватки камня. Колосс Родосский. Величественное статуя бога Гелиоса, покровителя лучей, была возведена в 292 году до нашей эры в Средиземном море на острове Родос. Ее построили местные жители в память об успешной обороне острова от нападения полководца Деметрия и его войск. На холме высотой 7 метров возвышалась статуя юноши 36 метров. Статуя не простояла и полувека и была разрушена землетрясением. Статуя Зевса в Олимпии. Древнегреческий город Олимпия был местом культа верховного бога Зевса. В VII-VI веках до нашей эры здесь было возведено множество архитектурных шедевров, в том числе и огромная статуя Зевса. Автор творения известный скульптор Фидий. Огромный Зевс восседал на троне из золота, слоновой кости и драгоценных камней. Статуя была перевезена в Константинополь и сгорела от пожара в 426 году. Храм Артемиды в Эфесе. В XII веке до н.э. город Эфес, Малая Азия, достиг небывалого расцвета и горожане решили построить храм в честь покровительницы города Артемиды, богини плодородия, охоты, луны, покровительницы целомудрия и охранительницы рожениц. Строительство храма длилось 120 лет. Храм сильно пострадал от пожара, был разграблен и в конце концов был поглощен болотистой почвой.